все-таки наш премьер-министр андрей назаров чистолюбивый человек он выжил до последнего отсутствия по болезни ради хабирова и развил на неделе бурную деятельность случайно или вот вовсе не случайно он возглавил рейтинг региональных примеров по версии главного политического телеграм-канала низыгарь добрый день друзья это итоги недели на канале пруфрф и с вами снова рамиль рахматов традиционную оперативку в правительстве провел андрей назаров по его словам у радио хабирова воспаление легких его уговорили выйти на больничный еще значит выходные глава республики был как будто бы здоров встречался с добровольцами батальона имени салават юлаева в понедельник вдруг резко слег вот сложно представить что просто банальное воспаление легких можно поймать на пустом месте для этого надо как минимум наверное замерзнуть а вот если это к вид то это все объясняет в пользу такой же версии говорит тот факт что оперативное совещание прошло в режиме онлайн получив свободу действия особую активность развил премьер назаров за неполную неделю на сайте правительства появились множество информационных сообщений их там несколько десятков но главное для примера был все же форум транспорт россии в москве как сообщает сайт правительства 5 ноября в москве первый заместитель председателя правительства россии андрей белоусов посетил стенд республики башкортостан и в рамках 16 международного форума транспорт россии значит на нем премьер-министр представитель правительства республики башкортостан андрей назаров продемонстрировал значимые дорожно-транспортные проекты региона вице-премьер правительства россии андрей белоусов значит положительно оценил проекты нашей стороны стороны также договорились провести на следующей неделе совещание по значимым опять же дорожным мероприятием башкортостана среди них будет и проект строительства железнодорожные ветки сибай сара это более 170 километров железной дороги которая значит позволит нам производить грузоперевозку цветных металлов до 10 миллионов тонн ежегодно южной части республики у нас значит есть несколько месторождений меди и цинка это важный стратегический проект дорога обеспечит прямую связь восточных районов среднего и северного урала с казахстаном средней азии китаем районами нижней волги и кавказа в обход загруженного челябинского железнодорожного узла расстояние до границы с казахстаном уже сократится на 250 километров сказал андрей назаров но второй же вопрос который будет значит рассмотре на этой предстоящей встречи это развитие уфимского железнодорожного узла со строительством значит вторых об сплошных путей на участке дема и глино уфимское железнодорожное кольцо если вот это сказанное будет воплощено в жизнь то андрею назарову смело можно будет поставить жирный плюс если же до леса дорожная ветка в заурале нужно больше наверно для промышленников то уфимское кольцо это безусловно амбициозный весьма актуальный проект для людей его поддержка федеральными федеральными структурами поможет кольцу быть реальным проектом они пустым прожектом там же в москве премьер назаров встретился с генеральным секретарем шанхайской организации сотрудничеству жаном джаном мином на встрече обсудили взаимодействие сторон и вот снова мы цитируем андрея геннадьевич назарова мы активно взаимодействуем и со всеми странами шанхайской организации сотрудничества внешний торговый оборот с ними в этом году составил 1 миллиард долларов это почти на 30 процентов выше прошлого годнего уровня казахстане и узбекистана являющиеся членами шосс работают официальные представители башкортостана сказал опять назаров кстати как-то очень кстати вовремя для премьера телеграм-канал не из игры поместил андрея назарова в рейтинг региональных премьеров или замгубернаторов на первое место мы тут вовсе не намекаем что очень часто такие места в рейтингах распределяются на платной основе но как-то очень слишком просто совсем недавно примера очень подвела его команда да еще во сфере транспорта по совпадению все эти залы вы жульковы и булышевы виктору жулькову кстати верховный суд республики башкортостан смельчил меру пресечения в виде запрета на определенные действия но это вовсе на самом деле не удивительно потому что пока вмененная статья является не тяжкой а вот возможно что жульков дал всенужные силовикам расклады кстати на месте следователя я бы обратил внимание не только на этот сибайский эпизод жулькову вполне можно предъявить еще один схематоз объясняем акционерное общество башкиров тадор как стопроцентная госкомпания выигрывает ежегодно тендер на содержание дорог это около 6 7 миллиардов рублей ежегодно потом на этот субподряд берет компанию инфодор который кстати как раз фигурирует по делу всебая данная фирма раньше была полной дочкой самого башкиров тадора но сейчас ее ею на 80 процентов владеет некий марат зарипов у самого зарипова есть оформленная как я подозреваю на номиналов о инфодор строй которая становится уже следующим звеном в цепочке субподряд таким образом нужные люди в конечном счете исполняет государственный заказ и отщипывают кусок дорожного пирога я в прошлый раз как-то случайно назвал это дело министерскими сравнил его сделан беляева и кучербаева ну на поверку оказалось что делать не только в рангах фигурантов тут в башкиров тадоре абсолютно идентичная схема со схемой уфсин в деле кучербаева схема наглая примитивная без всяких изысков а вот за выступление команды андрея назарова в госсобрании республики с проектами бюджетных законов я бы скорее поставил минус сам бюджет на следующий год я еще пока не проанализировал я это сделать чуть позже а вот выступление вице-премьера рустема муратова с прогнозом социально-экономического развития республики башкортостан на ближайшие три года мы слушали очень внимательно депутаты госсобрания республики своими вопросами фактически уничтожили доклад формальные и неформальные традиции в курултая также были нарушены рустам муратов пожалуй сам первым нарушил все каноны на нашей памяти вот парламентской журналистики впервые случилось так что не были зачитаны на общее внимание три варианта прогноза то есть это базовый негативный и оптимистичный сценарий они определяются из учета различных факторов курса валют цены на углеводородов опять же инфляцию и многие другие показатели господин муратов своем докладе конечно показал несколько каких-то графиков опять же по средней зарплате валом у регионального продукта инвестициям но собственно прогноза с соблюдением всех вышеописанных канонов вовсе не прозвучало ключевыми фразами стали характеризующие опять же всю реальную ситуацию с экономикой республики стали следующие фразы мы далеко не лидеры прогноза аккуратные по развитию перспективы туманны но даже если как-то абстрагироваться от прогнозов то и официальные цифры по состоянию дел на сегодняшний день не радует кроме сельского хозяйства у нас везде за 2022 год идет в сплошной спад и минусы при этом проценты этого минуса значительные прироста предыдущих лет и так видите пример даже с четкой речи и ясным взором не смог скрыть печальной реальности и сказал про то что перспективы туманны нас ждет сокращение всего и вся вообще что будет на самом деле они ничего не знают первый кол как ни странно воткнул представители единой россии экономист рустам ахунов как депутат со стажем он сразу сходу спросил про те три сценария которые обозначал подготовленный муратов что-то начал бодро трещать успел проговориться про существование в органах власти какого-то неизвестного нам стратегического комитета и отметил что сейчас любой сценарий сегодня для республики по факту негативный правда слова негативные он заменил словом аккуратно что на самом деле пугает еще больше значит они сами даже не понимают и не прогнозируют никакой из сценариев по большей части на вопрос экономиста ахунова вице-премьер ответить так и не смог однако прозвучали ключевые опять же снова фразы о том что республиканская адресная инвестиционная программа в ближайшие годы будет сокращаться а это как минимум реальные деньги и на социальные объекты в регионе указ номер 310 главы республики башкортостана ради хабирова о стратегических направлениях социально-экономического развития республики башкортостан до 2024 года не исполняется и исполнен не будет уничтожать доклад муратову после ахунова принялись коммунисты рустам хафизов отметил что из информационного письма родного для муратова министерства экономического развития республики башкортостан в круто выяснилось что дескать по результатам 2017-21 годов вектор достижений отрицательный вопрос был видимо недоговорным поэтому вице-премьера его услышал буквально на секунду как-то замешался а потом бодро ответил что все это вовсе не так он все у нас хорошо всего достигли а если его ребята значит из министерства ненароком написали депутатам какую-то правду то вице-премьер готов значит об кашлять несуразности наедине с хафизовым снижение количества койко мест в больнице в 2025 году возможно было обговорено как вопрос от лидера кпрф юнира кутлу гожина вот просто муратов его очень технично и быстро как по заготовке перевел на министра здравоохранения айрата рахматуллин но снова случился фейл глядя в проекты законов кутлу гужин отметил что у них прописано снижение койко мест на 6 и 3 процента в ответ рахматуллин начал говорить что ничего такого нет и быть не может уже позднее после уточняющего вопроса одного из депутатов видимо осознав нелепость прямого отрицания министра здравоохранения начал оправдываться тем что дескать меняются методики современного лечения значит расширяется практика домашнего стационара заместительная терапия и прочее а вот второй вопрос юнира кутлу гужина вызвал внимание и раздражение к правительственному блоку уже даже у спикера константина толкачева значит коммунист изначально отметил что в бюджете прописано всего 5 и 3 миллиона рублей на поддержку одаренных детей министр образования и науки республики айбулат хажин также принялся доказывать что это не так мол по одной только программе аврора заложено более 11 миллионов рублей а есть ведь еще и другие программы но депутаты проверили и с кутлу гужином согласился уже сам спикер в жесткой форме потребовал министра определиться в цифрах и на бумаге самое печальное даже не то что не исключено что хажин не лукавит просто министр финансов республики или проект бюджета прописал уже эти программы совсем в других строках возникает от вопроса к профессионализму ключевого министерства финансового и межведомственному взаимодействию наших ведомств кстати если смотреть условный образовательный блок то ключевым будет 2023 год в отличие от всей социалки в следующем году возрастут расходы на культуру я подозреваю что будет больше элвинов грейв меньше зулихи главное чтобы людям было весело кромический блок правительство прогнозирует снижение безработицы но тут можно опасаться что это вовсе не заслуга за закономерное последствия происходящих событий даже специализированные сервисы сегодня отмечают что в башкортостане количество свободных мужских вакансий больше чем среднем по всей стране вы догадайтесь сами почему из-за сложности восприятия трансляции по интернету значит мы не уловили кто именно из депутатов задал рустема муратову очень правильный и нужный вопрос вот по всем их отчетам правительства и министров значит у нас значит растут валовый региональный продукт индекс промышленного развития среднюю зарплату обещают на уровне 45 с половиной тысяч рублей и очень многое прочее растет у нас а если вот смотреть на инфляцию курс рубля и покупательскую способность то получается что реальные доходы населения падают при этом медианная зарплата составляет только 35 тысяч рублей как так получается рустам муратов естественно адекватного ничего не ответил да и не мог бы наверное ответить вовсе зачем-то вице-премьер вместо этого подчеркнул что башкортостан на 80 месте по финансовой грамотности населения ну наверное он этим хотел сказать что люди у нас бедные потому что они самые глупые и безграмотные сами в общем виноваты просто все дискуссии во время ответа на данный вопрос рустам муратов произнес фразу которую ему могут уже не простить натукаева как-то в сердцах он отметил что забудьте республика сегодня далеко не в лидерах при этом он имел ввиду скорее всего далеко не один только показатель данная фраза как мне кажется в парадигме ради хабирова сродни политическому самоубийству но возможно так и было все задумано вице-премьера озвучил очень много неприятного будет сокращаться количество опять же больниц строительства социальных объектов вместо магазинов значит будут автолавки вместо сельских больниц будет больше машин скорой помощи которые будут возить их райцентр больных и многое прочее печальная реальность изруст вице-премьера и опять же неожиданный наезд на него депутатов могут быть и разыгранным спектаклем но после выступления муратова один из депутатов сказал мне буквально следующее а что с него спрашивать то какой прогноз не мы не он не белый дом ничего не знаем в ночь четверга на пятницу в деревне матвеевка стиртомахского района случилась страшная трагедия в огне пожара погибли семь человек пятеро из которых дети двоих детей удалось спасти пока нет ни ответов на все вопросы тем более рано говорить о причинах пожара двое детей были установлены только в конце октября известно что дома стояли два пожарных извещателя сработали ли они сейчас должно разобраться следствие на этом я завершаю сегодняшний выпуск пожалуйста берегите себя до свидания а а а Субтитры сделал DimaTorzok